Продолжение следует... Продолжение следует... И большинство из них граждане Молдовы. И, во-вторых, мы обязаны поддержать тех, кто живет там, тех, кто бросил вызов этому режиму. Режим себя в последнее время чувствует недостаточно комфортно. Они уже осознали, что в Молдове произошли очень серьезные перемены. И что больше не будут поддерживать тех, кто захватил власть в этом регионе. Но, я повторяю, они не смирились. Они ищут какие-то контрходы. И вот как раз сегодня мы об этом поговорим. Вот видите, это заставка. Агония, но пока не смерть режима. И сегодня речь пойдет о том, какие же меры предпринимает шериф и его команда, чтобы сохранить существующий режим. У шерифа две уязвимые позиции. Два слабых места, которые он старается защитить. Первый – это его бизнес. Белый, серый, черный. И он понимает, пока сохраняется вот этот бизнес, его многообразие, которое я перечислил, ему многое не страшно. Потому что, получая оттуда доходы, он коррумпирует своих чиновников, силовиков, коррумпирует многих, к сожалению, в Молдове и в России. И поэтому это дает ему возможность еще держаться. Ну и вторая такая опора режима – это силовики и чиновники. Прикупленные, запуганные, но они работают на этот режим. Они являются опорой. И сегодня мы поговорим о слугах этого режима. О судьях, прокурорах, чиновниках, милицейских там и прочее, прочее. Я сразу хочу подчеркнуть и обращаюсь к жителям Приднестровья, вообще ко всей Молдове. Не надо считать, что там вот все, кого я перечислил, что они воры, взяточники, бандиты и так далее. Среди них, безусловно, много честных людей, которые работают, ловят преступников, стараются их наказать. Но верхушка, те, кто принимает решения в этой системе, это все или прикупленные, или запуганные шерифом. И сегодня у них очень сложная ситуация, потому что граждане Молдовы, которые, и не только граждане Молдовы и другие, которые пострадали от этого режима, я имею в виду другие, которые проживают на этой территории, которые пострадали от этого режима, они начали обращаться в правоохранительные органы Молдовы в поисках справедливости. Длительное время наша прокуратура не обращала на это внимания. Даже мне сложно сказать, по каким причинам. Ну, наверное, одна из причин – это коррупция в прокуратуре. А в последнее время, когда власть сменилась, они стали обращать. И это очень испугало вот тех, кто обслуживает режим шерифа. И я вот сейчас такую вставку, вы можете прочесть, в прокуратуре Молдовы, я не буду дословно ее читать, начали возбуждать уголовные дела на тех, кто возбуждал уголовные дела против инакомыслящих, против политической оппозиции в регионе. И начали даже выписывать ордера на задержание, потому что их звали сюда, в Кишинево, они не приезжали, но их как бы начали разыскивать. Что тут страшного для них? Они стали невыездными, они не могут с этого лепрозория выехать, потому что их сразу могут задержать. И вот еще одна вставочка, режим шерифа начал предпринимать меры, чтобы защитить тех, кто обслуживает его интересы. Вначале это происходило, или сейчас происходит на уровне общественности. Там быстро организовали такую общественную организацию, независимый правозащитный центр, Приднестровский Меридиан. Возглавил его один из гонителей инакомыслящих и политических оппонентов, бывший судья Верховного Суда Владимир Рымарь. Тот, который 12 лет возглавлял этот суд и судил тех, кто там пытался что-то сказать против режима. И сегодня вот он защитник инакомыслящих. То есть пытается защитить тех чиновников, тех судей, которые преследовали политических оппонентов в Приднестровье. Ну, вы можете вот эту вставку посмотреть. На эту тему про этого персонажа была передача, он упоминался в этой передаче, там более подробно. Называлась «Нота Бене. Демонтаж режима шерифа». Вы можете в архиве нашего телеканала найти и посмотреть. Но этим не ограничилось. В защиту начали выступать так называемые действующие министры, в том числе министр иностранных дел Виталий Игнатьев. Он, выступая перед членами общественной палаты Российской Федерации, ну, центр такой мировой правозащиты, начал жаловаться на усиление блокадных мер в Приднестровье. И перечислил, какие эти блокадные меры. Сидите, чтобы не упасть. Он говорит, блокадные меры усиливаются с каждым годом, создается впечатление, что Приднестровье пытается превратить в некоторую резервацию, которую уже давно там ее превратил шериф. И он дальше говорит, я напомню, что это за блокадные меры. Это политически мотивированные уголовные дела, личное преследование людей по политическим мотивам. Вот так, если прочитать, да, все правильно. Там действительно преследуют по политическим мотивам. И есть конкретные фамилии. Харжан, Чорба, Мирович и другие. Ну, вот некоторые фотографии тут выставлены. Не всех, тут их гораздо больше. Но не их имел в виду Игнатьев, когда говорил о преследовании. Он имел в виду тех, кто преследовал. То есть судей, прокуроров, следователей, там, милицейских и прочих чиновников. Тех, кто сажал, он имел в виду. А не тех, кого посадили, кого надо реально защищать. И призвал Россию к более активным действиям по защите борцов против режима шерифа. Ну, не знаю, у меня нету слов. И он попросил Россию создать постоянно действующий орган по защите тех, кто нарушает права жителей Приднестровья. Ну, не сомневаюсь, что Россия поможет. Там накопили опыт по защите силовиков и чиновников. Но на этом они и не остановились. Там есть такой, я не знаю, он прокурор или исполняющий, обязанность прокурора Анатолий Гурецкий. Он подготовил проект закона и передал его в Верховный Совет Приднестровья. Что в этом проекте закона? Он призвал к уголовному наказанию тех лиц, которые будут обращаться с жалобой на силовиков и чиновников Приднестровья в правоохранительные органы Молдовы. И получается, граждане Молдовы, которые будут жаловаться в законные органы Молдовы на действия незаконных органов Приднестровья, должны быть наказаны этими незаконными органами. Ну, знаете, тут действительно уже они явно сходят с ума. И более того, прокурор требует наказания этих лиц. Представьте, там Харжан, Чорба, другие обращались сюда, в Молдову. Таких надо к тому, что им дали какие-то сроки там, еще добавить по 4-7 лет за то, что они жаловали, что их лишали свободы, а некоторые из них еще находятся в застенках. Ну, вы знаете, действительно, мне кажется, они потеряли чувство меры там. Что делать в этих условиях Молдове? Я думаю, что главное, чтобы у президента Молдовы, у всех, кто правит сегодня в Молдове, хватило воли и характера довести борьбу с беспределом Приднестровья до логического завершения. Какие конкретные меры? Первое. Если этот закон будет принят Верховным Советом, а он вот-вот должен принять, может быть, когда я выступаю, они уже его и приняли, надо пригласить сюда, в Кишинев, на допрос всех депутатов Верховного Совета. Но, безусловно, они не явятся. За неявка открыть на каждого из них уголовное дело. И запретить на период разбирательства этого уголовного дела выезжать за пределы Молдовы. Пусть посидят там в резервации. Усилить наказание тех, кто будет применять на практике этот закон. Судей, следователей, прокуроров и так далее. Третье. Нужно не только открывать дела, как это делается, но и давать реальные сроки. Потому что мы пока не знаем никаких приговоров, что вот то-то совершили, их приговорили к такому сроку. Пусть даже заочно. И, безусловно, надо добиваться освобождения всех заключенных. Снятие с них судимости. Это должен принять суд Молдовы. Они невиновные. И открыть уголовные дела на всех, кто причастен в процессы над ними. Какая самая большая ошибка и даже преступление со стороны властей Молдовы может быть? Это проигнорировать поправки Гурецкого. Ну, приняли там и Бог с ними. Ну, запугали там людей. Ну, что, как бы, как некоторые считают, ну, это в Приднестровье, не тут у нас. Это, ну, я повторяю, это большая ошибка. Это наша территория, это наши люди. Поэтому, безусловно, игнорировать нельзя. И я, ну, почему-то уверен, что президент Молдовы, парламент, правительство, прокуратура, другие силовые структуры, там, Верховный суд, они не сделают это, не отступят. В то же время, есть, ну, у некоторых преднестровцев сомнения на этот счет. Вот, вот что написал в социальных сетях житель Рыбницы Юрий Петрик. Если президент Молдовы и лица, которым по долгу службы предписано защищать права и свободы граждан Молдовы, будут бездействовать, то тогда это станет самым серьезным доказательством договорняка. То есть, что договорились с режимом шерифа. Что сюда пошли уже кульки, конверты, мешки и все, что угодно, чемоданчики и прочие набитые валютой. Это серьезно. И мы тогда должны задуматься и задать вопросы нашей власти. Мы будем следить за развитием событий в Приднестровье. Я повторяю, это наша земля, наша территория, наши люди. И нам очень важно защитить их. И вообще все время быть в курсе дела, что там происходит. Ну а для этого подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Давайте вместе с вами будем отслеживать ситуацию и в Приднестровье, и в целом в Молдове, и в мире. Всего хорошего, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова